От краеведов до бизнесменов в Самаре прошла презентация Альманаха «Территория будущего». История отношений региона и самарских брендов разместилась на двухстах страницах уже седьмого издания настольной книги. Кто оставил свой след, в хронике в этом году расскажет Дарья Зотова. Летопись самарского футбола, история крыльев советов и наследие чемпионата мира теперь на страницах Альманаха «Территория будущего». Одним из первых новое седьмое издание получил мастер спорта Советского Союза Валерьян Панфилов. Все, что касается спорта, мы ветераны с удовольствием всегда отвлекаемся и мы рады вот этим публикациям. Тем более, если еще это касается нашей любимой команды крыльев советов, которой многие из нас отдали многие-многие годы, здоровья. Всего в Альманахе три раздела. Первый – «Вехи истории», второй – «Территория достижений». В нем представлены статьи о лучших предприятиях региона, то, что по праву может называться брендом Самарской области. А последняя, но не по важности, часть посвящена инновациям. О предприятиях, которые внедряют свои производства, инновации, которые регистрируют патенты и многое другое. Ну и далее идет, естественно, перевод на английский язык. Фотоальбом шикарный, кстати, на страницах которого многие самарцы могут увидеть даже своих знакомых, родственников, может быть, даже себя. Поскольку наша задача – показать, что наш регион живой. Авторы «Территория будущего» делятся. Сейчас Альманах стал настольной книгой бизнесменов, политиков и краеведов. В книге собрана информация из разных источников, зачастую уникальная. Когда мы делали первую книгу, мы боялись замахнуться вообще на Самарскую область. Мы делали такой местечковый проект. Оказался очень перспективный проект, очень такая, как сказать, тема широкая. Можно копать и копать. Выходить на российский уровень и за рубеж. В планах издательского дома «Шторм» реализация еще одного проекта – ежегодной биографической энциклопедии современности «Персона Поволжья». Сборник соберет в себе очерки о достойных гражданах региона. Дарья Зотова, Виктор Соколов, Новости губернии. Дарья Зотова, Новости губернии.